Компания «Прода Тюменский Броллер» запустила социальный проект, направленный на восстановление лесов Тюменской области после пожаров. Накануне сотрудники предприятия вместе с другими неравнодушными тюменцами высадили 4000 молодых сосен на площадке в районе села Мулышим. Подробнее об акции расскажет моя коллега Мария Павленко. Тысячи гектаров леса в Тюменской области пострадали этим летом от пожаров. Внести свой вклад в восстановление зеленого массива решили в компании «Прода Тюменский Броллер». Более 50 сотрудников фабрики вышли на посадку 4000 саженцев молодых сосен. К ним присоединились представители общественности и просто неравнодушные люди. Старт дал заместитель губернатора Тюменской области. Тюменский дух, тюменский характер, который по-особенному тюменцев выделяет на просторах нашей любимой родины. И здорово, что в этот осенний день погода позволяет нам принять участие, невзирая ни на какие сложности и трудности. Дружно, весело и с музыкой. За один подход тюменцы подарили гектару земли вторую жизнь. Своим примером хотим заразить тюменцев этой хорошей идеей. И приглашаем присоединиться всех добровольцев, волонтеров, сотрудников предприятий к подобным акциям. За опытом можно обращаться к нам. Сотрудникам важно показать пример не только другим организациям, но и в первую очередь своим детям. Я высадила все деревья. Мне помогал мой папа. Он выкапывал ямочки, а я садила. Я чувствую, что они станут большими, здоровыми, и все будет прекрасно. Социальный проект запустили еще в августе. Продукцию бренда Троекурова выпускали со специальными стикерами. Часть средств от их продажи пошла на закупку саженцев и подготовку земельного участка. Сажать деревья, вознаменование открытия каких-либо объектов, нового строительства. Это добрая традиция и в прода, и в Тюмени. Я как минимум уже во второй раз участвую в посадке деревьев. Это имеет созидательный эффект, созидательную энергию. Очень важно для работы предприятия, для работы коллектива. За свою 45-летнюю историю крупнейшие сельхозпредприятия области не раз организовывала проекты по охране окружающей среды. И эта акция точно не последняя. Мария Павленко, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.